Используя полученные навыки по текстурированию одной тарелки, у вас не должно возникнуть проблем при текстурировании двух других тарелок. Они делаются абсолютно аналогичным образом. Не забудьте ко всем нашим объектам применить модификатор MeshSmooth с двойной итерацией, для того чтобы все объекты стали гладкими. Теперь раскройте все объекты сцены. И последнее что нам осталось, это размножить столы, стулья и посуду. В этом нет ничего сложного, просто при помощи клавиши Shift и инструментов перемещения и вращения заполните кафе объектами интерьера. Поправьте по своему усмотрению положение камеры. После того как все объекты интерьера и вся посуда будет на своих местах, все что вам останется сделать, это отрендерить изображение. Напоминаю, что все настройки мы делали для тестовой визуализации. Если же вы собираетесь сделать законченную визуализацию, не забудьте увеличить размер выходного изображения с установленного 320 на 240. Качество карты Irradiance Map увеличьте с Very Low на значение High, а количество подразбиений во всех материалах увеличьте с 3 до 20. Таким образом вы сможете получить законченное качественное изображение. Для того, чтобы начать просчет визуализации, в панели инструментов щелкните на иконке с изображением чайника. Это было показано во введении. На этом мой видеокурс по созданию интерьера кафе закончен. С вами был Журавлев Александр.